Французские дети напуганы, а их родители возмущены. Один из республиканских каналов показал в эфире мультфильм «Обитатели холмов» о приключениях кроликов. Триллер для детей насыщен кровавыми сценами, убийствами и насилием. Французские зрители охарактеризовали мультик 1978 года как травмирующий, отвратительный и ужасный. Известно, что многие прокатчики в свое время отказались от работы с данной анимацией. Возмущение родителей можно понять, ведь детская психика не готова к жестоким картинам. Родители очень часто приходят на консультацию именно с таким вопросом, почему ребенок стал агрессивным. Он плохо спит, он плохо ест, он дерется со всеми, он абсолютно не социализируется, он не хочет идти на контакт. Он вымещает свою агрессию на тех детей, которые рядом с ним. Чтобы этого не произошло, психолог советует родителям самим фильтровать контент и беседует с чатом о персонажах и их поступках. Мы решили узнать, на каких мультиках растет казахстанская малышня. Свинька Пеппа, Барби. Свинька Пеппа, там у нее есть друзья, и у нее братик есть. Мультик, пески берут. Там маленькие динозавры появляются. Есть еще мультика и нобы. Они создают мир, это такие дети. Три мальчика, а у нее девочка. Спанч Лоу, Куку, Фанда, Хайви. Спанч Боб, Сквеп Энс. Это такая мочалка. Губка. Желтая. И еще квадратная. С ногами и под водой. По поводу Спанч Боба часто возникают споры. Одни говорят, что мультфильм бессмысленный, другие рады, что в нем хотя бы нет насилия и агрессии. Психолог говорит, что такой сюжет развивает деструктивное мышление. У ребенка появляется куча вопросов, которые не совпадают с реальностью. С одной стороны, это может развить у ребенка такой момент «почемучки». Мам, почему это? Или пап, почему это? Анимационные фильмы – это искусство, говорит мультипликатор Максим Беляков. А в героях главное не внешний вид, а то, что они делают и говорят. И вот эти нестандартные персонажи, они врезаются в память. То есть я, допустим, не знаю ни одного сейчас ребенка, который в детстве смотрел Спанч Боба. Ну, там, многие смотрели, там, какие, 96-97-е годы. И я не вижу, чтобы они были больны на голову или еще что-то. В общем, если мультгерои на лицо ужасные, но добрые внутри, переживать не надо. Интересно, что роман-сказка «Обитатели холмов» в свое время получил несколько наград, среди которых детская премия «Гордиан». Видимо, аниматоры перестарались, когда экранизировали историю, в результате чего появился вызывающий возмущение триллер. Лемару Дасову, Ниль Бузунов, Распая Кыш, Ревю.